Здравствуйте, уважаемые подписчики! Каждый из нас, житель Балакова, видит, что город постепенно преображается. Вот за мной находится парк возле Дворца культуры. Там проведены работы по благоустройству. Много объектов и зон, которые действительно становятся лучше, краше, дороги улучшаются. Все это видно, да. Но остаются места, которые своим внешним видом, нахождением, способом реализации просто нас пугают. И такое чувство какой-то несправедливости, что ли. Как могут вот эти несколько объектов, которые хорошие, красивые, и напротив них вот это вот все существовать рядом вместе. Как будто они вернулись к нам из 92-го года. Вот, например, остановочный комплекс АТК. Люди садятся в троллейбус, только что отъехал 10-й А-маршрут, о чем нам и свидетельствует табличка о том, что это остановка. Вроде бы все это единый комплекс и вот этот вот страшный, ужасный магазин с полностью отсутствующими правилами торговли и так далее являются единым комплексом. Это же тоже остановка. Была когда-то. Пока... Пока 8 подобных объектов по договору аренды с муниципалитетом не забрала Зинаида Сторожева, мама известного балакового предпринимателя Виктора Сторожева, 44-го года рождения. Так вот, заключив договор аренды, вернее его продлил в 2017 году, уже был Сан Саныч Соловьев, он эти договора и продлил. В свою очередь Виктор Сторожев сдает эти магазины в аренду, как мы понимаем, ООО ОРТ, это объединение розничной торговли, которое находится в Саратове. Директором этой организации является Щедриков Андрей Евгеньевич. Вот, вот у Щедрикова Андрея Евгеньевича талант, он еще торгует там бытовой химией, у него организации есть, также компьютерными деталями. В общем, на все руки от скуки. Вот, но основная деятельность его фирмы ООО ОРТ, это торговля розничной, алкогольной и спиртосодержащей продукцией в специализированных магазинах. Для чего такая как бы схема? Все в Балаково прекрасно знают, что все эти объекты принадлежат Виктору Сторожеву. И между собой даже дали ему некоторые, так сказать, позывной. В итоге, я думаю, что сдавая в аренду Виктор Сторожев эти объекты, которые он, в свою очередь, берет по каким-то документам у мамы, оформленные на нее как физлицо, они, скорее всего, прикрываются лицензией на торговлю алкоголя, находящейся в руках вот этой фирмы ОРТ, ОРТ, общественное российское телевидение. Вот. И, соответственно, имеют право торговать на всех этих объектах крепким алкоголем. А вот как выглядят остальные торговые павильоны или как их остановочные комплексы назвать, позже разберемся, этого предпринимателя Виктора Сторожа, давайте посмотрим. А вот еще один замечательный объект того же предпринимателя, закусочный, ветерок. Находится прямо в МКД, на территории МКД, в отмостку здания. Полностью на отмостке здания, да. Как это получило разрешение, непонятно. Давайте дальше пройдем. Вот знак о том, что это остановка улицы Менделеева, Д2, дробь 1. О чем нам говорит соответствующий знак. Остановка, первый микрорайон. Где она? Внутри вот этого ларька. Дверь у него оттуда. Он вместе соседствует с непосредственным козырьком и остановочным павильоном. Вынесли на зону за рамки. Ну, может, по документам и да, но мы же видим. А вот и сам магазин неприглядный из 90-х, где также все продают и наливают. Вон, пиво. Как вам такой внешний вид объекта? Нравится? Вот что портит облик нашего города. И откуда это берется, и почему алкоголь продается именно здесь. Ну, может, другие объекты Виктора Сторожева находятся в идеальном состоянии. Например, вот объект на Братьев Захаровых. Там расположено аж два подобных объекта, и оба стараются казаться неостановочными комплексами. К одному аж пристроен мангал. Наверное, надеются когда-то вернуть туда разливайку какую-то, пристроить какое-нибудь кафе. Ну, бизнес из 90-х, как мы уже говорили. Внешний вид, естественно, оттуда же, из этих годов. А числится все это, как мини-магазины с пристройкой. По документам это подтверждено. Вот проспект Героев 17А. Такое же жалкое строение, хоть и транспорта тут пока нет. Все же это остановочный комплекс, о чем и говорит соответствующий знак. Саратовское шоссе 25-2. Снова наливайка на остановке, и знак соответствующий об этом имеется, о том, что это остановка. Ну и царь остановка, царь пива. Это Минская 140. Если большинство объектов имеют назначение земли торговля, то тут даже в выписке написано обслуживание автотранспорта. То есть это остановка. Знак тоже имеется. Так что же мы докопались-то до Виктора Сторожева и до этих остановок, и все время говорим остановка, остановка. Дело все в том, что федеральный закон от 22.11.195 номер 171 ФСС с поправками о государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольно-спиртосодержащей продукции, говорит нам, что не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Во многих объектах мы видим, вот статью, на всех видах общественного транспорта, транспорта общего пользования, городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, в том числе и на станциях метрополитена, на автозаправочных станциях. То же самое касается и табачной продукции. Об этом нам говорит федеральный закон от 13-го года, номер 15 ФСС. Можете вот прочитать текст закона на экране. А теперь давайте поговорим о культуре реализации этой алкогольной продукции в объектах Виктора Сторожева. Видео нам прислали активисты гражданского дозора. Вместе с ними мы организовали некоторую контрольную закупку. И вот ребята вечерком проехались, посмотрели, что можно купить, чего нельзя, а чем торгуют в этих замечательных, красивых мини-павильонах. Остановочный павильон, набережь Леонова 1-1, на остановочный павильон АТК продали. Вот нам после двести водку, пиво. Как без вопроса. Нет, маленький, маленький. Маленький, 100 граммов. Давайте вот сельняшку. А вот стаканчик есть? Давайте сельняшку, два стаканчика. Одну? Да, да. И... Остановочный павильон 1-й микрорайоне, Менделеево 2-1. Время уже 11-й час. Запрет продажи алкоголя после десяти. Здесь нам спокойно продали маленькую водку, стаканчики. Пиво тоже готово продать, не стали дать. Вот, я купил картошку. Вот, берега, леченка. Вот, да. Затваш. Да, ну, вкусно. Да, ну, вкусно. Дальше, понимаете? Вот, да. Сейчас сделали закупку. Здравствуйте, Захарев, шесть, дает два. Рейм после десяти. Здоров. Вот, продали алкоголь нам спокойно. Здесь тренические целяетчики. Мы сейчас были в Лайке, в остановочном павильоне на братьях Захарова. Время уже 11 час, уже пол 11 почти. Нам спокойно продали здесь спиртные напитки, водку, пиво. Так какие можно сделать выводы? Ну, выводы здесь у нас спрашиваются простые. Вы видели все сами, своими глазами. Ребята после 10 часов приобрели не только бутылку, пиво, сигареты. Им налили прям в стакан и сок, и рюмочку, и все как положено. Все балаковцы знают о том, что эти ларьки ободранные все, расписанные под хохлому из 90-х, торгуют всем чем угодно. Куда смотрят на это АБЭП и полиция? Почему до сих пор их не задушили просто штрафами, не конфисковали? Почему АБЭП, например, а вы откуда знаете, что они там ночью наливают? Это хануриком нормально они там всекли эти 50 грамм и пошли дальше. Это же в любом случае, это контрафакт какой-то. Недавно у нас по всей России тут просидор гремело, там потравились люди. И они торгуют то же самое, из пятишек, там баклажек наливают какой-то технический спирт, разбавленный водой. Ну, тем, кому свою жизнь не жалко, они туда и ходят, это основной их контингент. А потом орут у нас под окнами, ломают и уничтожают в ночное время объекты благоустройства, гадят где хотят. Вот этот контингент и воспитывается вот этим предпринимателем Виктором Сторожем. И мало того, что вообще они не имеют права торговать ни алкогольной, ни табачной продукцией. Ведь по всем признакам визуальным и вот носит характер, это все остановочный комплекс. Мы же все понимаем, что это остановки. Если ты сдвинул знак влево или вправо, чуть-чуть остановки, и когда-то в 90-е еще при Голицыне умудрился оформить это как мини-маркет, когда можно было в записи вносить там любую ахинею. Это не значит, что это перестало быть остановкой. И люди этим пользуются. Почему у нас контролирующие органы куда не смотрят? Мы все видим, что это остановка. Люди там стоят, транспорт ездит. И тут же вот, вот чуть у меня ларек, метр от нее стоит. Это не остановка уже. А некоторые вообще прям просто находятся на зоне остановки. А вот этот Царь Пива на Минской 140, так вообще он даже не поменял на значение. Там как было остановочный комплекс, это нарушение, и открытое Царь Пива, вы все знаете прекрасно, сколько оно работает. Каким образом он там торгует? А я вам отвечу, каким. В этом году этому товарищу продлили лицензию на алкоголь, на продажу. Кто продлил? Министерство экономического развития Саратовской области. А они вообще понимают, что они делают? Вот почему-то у себя в Саратове, у них там господин Исаев, когда еще был мэром, все вот эти ларьки и с ними активно боролся. Посносил к чертям собачьим и поставил современные объекты торговли. Пусть общепит будет там, да, пусть будет там кофе продаваться, но все что угодно. Любые различные услуги, печатная продукция, все что угодно. Переформатируйтесь, мы не в 90-х. Но у нас почему-то висит вот это вот чудо, по всему городу расставлено 9 таких вот объектов. У нас министерство выдает лицензии, понимая, что они находятся, не смотрят вообще ни в Каиле, смотрят. И просто кто-то мохнатой рукой там помогает как-то, или что. Или министерским надо дать пинка, чтобы они приехали сюда и посмотрели, на что они выдают лицензию, где торгуется алкоголь в нарушении законодательства Российской Федерации. Ну вот им этот пинок мы и даем. Я надеюсь, что на данный сюжет обратят внимание контролирующие органы. В любом случае обязательно, я считаю, что эту информацию надо довести и до губернатора. Я надеюсь, что после этого сюжет какие-то движения будут. И обращаюсь также к Николаю Васильевичу Панкову. Может быть он поможет в этой ситуации взять этот контроль, как-то прекратить этот беспредел. По документам все у них красиво, а по факту все вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!